Ну а совсем скоро в областном центре масштабный долгожданный фестиваль «Белгород в цвету». Его проведут со 2 по 4 сентября. Тема этого года – «Сады России. Время процветать». Более 100 участников представят свои работы в четырех номинациях. Где и что можно будет увидеть и даже самим показать? Спросим куратора фестиваля Карину Лазареву. Здравствуйте, Карина Христофоровна. Добрый день. Ну, мы знаем, что этот фестиваль не просто цветочная феерия, но еще и конкурс. Какие номинации заявлены и кто будет участвовать? Конечно, это действительно творческий конкурс и профессиональный конкурс. В нем участвуют ландшафтные дизайнеры. Первый конкурс – это конкурс ландшафтных дизайнеров, именно профессионалов от «Сады России». Это то, что вы сейчас объявили. 20 номинантов в этом году заявлено. Это больше, чем в прошлом году, больше, чем в два раза. Конкурс детский от «Лукоморья» до «Белогория», также ландшафтного дизайна. Очень интересный и очень радостно, что очень много детей приняло в этом участие. Тяжело было отбирать работы, потому что все очень творческие и интересные. Студенческий конкурс «Новые имена» также увеличился в два раза. Ну и традиционно, конечно, два наших любимых тоже конкурса. Это «Приезжайте в гости к нам», когда приезжают к нам районы Белгородской области. И «Креативный город» – это целая улица, где в этом году практически все жители, участники коммерческих организаций, все принимают участие в украшении своей улицы, своих магазинов, кафе. Ну, я думаю, что будет необыкновенный проект. Какие города представлены на фестивале и как вы оцениваете уровень белгородских участников? У нас около 10 городов приезжает в этом году. Это тоже увеличило географию, расширилось. Ну, традиционно Москва, Петербург в этом году, Воронеж, Рязань приехала, приезжает к нам. Вот, Тула, ну и так далее. Действительно, большой охват. Я хочу сказать, что в этом году меня порадовали коллеги наши из Белгорода, потому что уровень стал выше, стал интереснее, стал креативнее. Я очень довольна. Я слышала, что участвовать будут даже наши именитые спортсмены. Анастасия Мыскина, Сергей Тетюхин, а также Светлана Хоркина. Они тоже садоводят. Ну, я бы не знаю, ну, они просто любители красоты и действительно ландшафтного дизайна, садоводства. Они в коллаборации, но только эти работы в коллаборации. Безусловно, это уникальный проект, такого не было никогда. И у нас три олимпийских сада будут представлены на конкурс вместе с коллаборацией, с дизайнерами. И я думаю, что это тоже будет интересный, в общем-то, яркий проект, который мы все увидим. Мы его ждем с нетерпением. Карина Христофоровна, давайте напомним нашим телезрителям, на каких площадках пройдет фестиваль. Ну, он проходит традиционно на той территории, в которой мысли и в прошлом году проходил. Это начиная от фонтана, мальчика-гузем, да, и заканчивая нашим главным парком. То есть вся улица 50-летия и парк, центральный парк. Просто единственное хочу сказать, что одевайте удобную обувь, потому что действительно в этом году стало все больше, интереснее и потребуется больше времени на то, чтобы все осмотреть. Потому что интересные очень проекты, буквально на каждом метре. А на каких площадках вы уже успели побывать и как вот идет подготовка? Вы знаете, я каждый день километры прохожу снизу вверх и сверху вниз. Я бываю везде, я там весь день, я по всему маршруту я хожу и смотрю, и курирую. Меня спрашивают, ну, я не могу вам ответить, где лучше, где интереснее. Там все интересно, вся территория наполняется творчеством, красотой. Она меняется буквально каждый там час. Ты прошел, смотришь, опять новые изменения, что это все проходит в таком рабочем режиме. Там можно наблюдать за этим. Это очень интересно. Я бы также пригласила молодых дизайнеров, да и вообще всех жителей, просто посмотреть, как создаются творческие проекты. Это всегда интересно. А вот какие уникальные инсталляции в этом году будут представлены, сколько вообще цветов высадят, откуда они к нам приедут и есть ли местные экземпляры? Конечно. У нас есть и местные экземпляры. Безусловно, будут присутствовать питомники Белгородской области, но растения едут отовсюду. Потому что действительно очень большое количество растений, вплоть там от Самары до Москвы и Петербурга. То есть все участники в этом году отбирали растения очень осознанно, очень внимательно, старались удивить людей действительно растениями. Потому что это фестиваль все-таки ландшафтного дизайна и цветов. Количество сейчас я вам даже не скажу, потому что когда все построится, я думаю, что мы постараемся прикинуть, потому что каждый дизайнер приводит с собой огромное количество растений для своего сада. И даже больше, чем, наверное, в этом саду нужно. Потому что я вот смотрю, сейчас какие-то растения уезжают назад. То есть уже сад построен и остались, ну, большой, очень огромный. И новые, которых не было даже в прошлом году. У нас ассортимент растений, которые в этом году присутствуют. Да, очень интересные. Я, кстати, слышала, что Белгород в цвету задал уже определенный тренд, и муниципалитеты начинают создавать свои локальные цветочные фестивали. Так ли это? Да, вы правы. Это действительно фестиваль пошел, можно сказать... В массы. В массы, да. И вот следующий фестиваль, который я бы тоже всех хотела пригласить, пройдет в Старом Москве. Это будет фестиваль, который будет пойдем 9 сентября. После этого фестиваля мы также пойдем туда и будем наслаждаться красотой еще там. Там будет конкурс топиарного искусства. То есть это тоже очень интересно. В этом году мы на этом фестивале об этом не говорим. На Белгородском фестивале. А вот в Аскуре мы будем говорить про топиарное искусство. Ну, ни для кого не секрет, что ни один фестиваль у нас не обходится без ярких шоу и выступлений. Кого ждем на этот раз? Ну, вообще-то хедлайнеры наши, это уникальный проект. Это приезжает, конечно, всемирно известный театр оперный. Это Геликон опера, это большая радость, большая такая... Знаете, вот мы все его ждем с нетерпением, потому что второго и третьего они дают спектакли. Второго это Евгений Онегин. И третьего вечерняя программа это шедевры классической музыки. Ну, и также к нам приезжают бурановские бабушки. Вот, ну, я думаю, я не смогу вам все рассказать, потому что долго. И приходите, смотрите, есть сайт, следите за нами в социальных сетях. Очень большая программа, три дня, нон-стоп и очень интересная, яркая, насыщенная. Ну что ж, все вместе ждем Белгород в цвету. Уверен, будет ярко и эффектно. Спасибо вам большое за диалог. Спасибо, спасибо, всего доброго.